Новости с Максимом Сарповым Здравствуйте, в эфире новости в студии Максим Сарпов. Вначале коротко о главных событиях. Холодно, очень. Потому что у нас, вот откуда я приехала, таких морозов нет. Самый долгожданный прогноз. Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь, ждать ли погодных сюрпризов. Заметает зима, заметает. А в Норильске третьи сутки метель. Как город и горожане спасаются от огромных сугробов и когда снегопад ослабит хватку. Например, сейчас здесь трещины не видите? Не видите. Как в том фильме. Суслика видишь, а он есть. Вот здесь то же самое. А раньше нельзя было. В Красноярске сразу три школы закрывают на капитальный ремонт. Почему же посреди учебного года? Он очень напоминает ребенка, потому что он сразу подбежал к сумкам, начал открывать замки. Ласковый и дикий зверь. В одном из зоокафе Красноярска живет сурикат. Как маленький хищник ладит с пушистыми кошками. Капитальный ремонт посреди учебного года. В Красноярске сразу три школы признали аварийными. Их вынуждены закрыть, а детей перевести в другие. Родители возмущены и не понимают, почему это не сделали во время летних каникул. Тему продолжит Юлия Чопчиц. Почему именно посреди учебного года, посередине, да? Почему, как будто не знали об этом, в таком удручающем состоянии школы, почему это нельзя было сделать с начала года. Экстренное закрытие 11-го лицея на ремонт – новость, которая буквально огорошила Наталью Владимирову и других родителей. Их школа оказывается в аварийном состоянии. Это административная часть лицея. Здесь как раз и было выявлено то, что фундамент имел критический износ. В этих руинах еще пару лет назад находился кабинет директора. Теперь полная разруха. О том, что фундамент на грани обрушения, узнали в прошлом году. По стене пошли трещины, пришлось обследовать всю школу. После чего выяснилось, что учиться в ней небезопасно, рассказывает директор Елена Левина. Вот выявлен износ критичной кирпичной окладки. И теперь почти полторы тысячи школьников уже 6 декабря отправятся в другие здания. Одни на базарную к младшеклассникам, другие в школу на Вавилово-90. Родители возмущены. Все в школьной жизни их детей в одночасье перевернули с ног на голову. Нас все это не совсем устраивает. Когда мы сюда шли, в эту школу, мы понимали, что начальное звено в первую смену, что продленка, все спокойно. Тут совершенно другие условия по факту оказались. Конечно, посреди года могли бы и за лето что-то хотя бы предпринять. Довели до такого состояния, я не знаю. Негодование родителей понятно. Ведь они уже пережили один ремонт, только поменьше. Ютились все вместе в одном здании, пока в школе фасады красили. Два года назад 2 миллиона рублей с городской казны потратили на обновление фасада. Дело было перед универсиадой, и тогда ремонт косметический, кажется, был важнее капитального. Поэтому лицевую сторону, которая видна с дороги, покрасили в желтый цвет. А вот здесь она удивительным образом заканчивается. Посмотрите, как выглядит здание школы со стороны двора. Ни тебе ярких цветов, ни обновления, лишь трещины, да осыпающаяся штукатурка. Почему фасад покрасили лишь с одной стороны? Почему еще тогда они начали капитально ремонтировать школу, которой почти сотни лет? Вот вопросы, которые интересуют, пожалуй, всех родителей, чьи дети здесь учатся. Вот разделяю ваше недоумение по этому поводу. Но представляете, когда визуальный осмотр здания происходит, и не видишь какой-то... Вот, например, сейчас здесь трещины не видите? Не видите. Как в том фильме. Суслика видишь, а он есть. Вот здесь то же самое. При визуальном осмотре, когда шла приемка школы, этого не было видно. В 2018 году капитальный ремонт, связанный с фундаментом, который сейчас начал рассыпаться, не требовался. И 11-й лицей не единственный, который закроет на капитальный ремонт прямо посреди года. 86-я и 70-я школы уже на замке. Почти полторы тысячи учеников распределили по другим учебным заведениям. И ремонт в них будет продолжаться не один год. Ведь для каждой школы нужно разработать проект, найти подрядчика. И только потом начать работы. И главное, закончить их в срок. Юлия Чопчев, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. А вот как прокомментировали ситуацию с аварийными школами в городском управлении образования. Еще в прошлом году специалисты начали обследовать здания советской постройки. Но процесс этот не быстрый. Результаты начали получать только этой осенью. Декабрь в Красноярске обойдется без 30-ти градусных морозов. Сегодня синоптики рассказали, каким будет месяц и, самое главное, новогодняя ночь. Итак, погода будет меняться волнами. Сначала довольно прохладно до минус 19 ночью и до минус 15 днем. Во второй декаде столбики термометров немного подтянутся вверх. Минус 15 градусов в этот период будет разве что ночью. А вот в 20-х числах очередная порция холода. Морозы подберутся к 25-ти градусной отметке. Но опять ненадолго. Ближе к новогодней ночи температуры начнут повышаться. И это будет самым заметным потеплением за весь месяц. В конец месяца ожидается довольно значительное потепление на 2-5 градусов и по территории, и вот в городе. Так что можно ожидать, что в Красноярске будет достаточно тепло на новогоднюю ночь. Предварительно будет известна, как будет новогодняя ночь за неделю. А в Норильске третьи сутки не стихает метель. Город буквально утопает в сугробах. Всего за несколько дней там выпала двухмесячная норма осадков. Теперь подметровой толщей снега буквально все. Дома, улицы, машины. Как спасаются норильчане от непогоды, расскажет Анастасия Тиль. Вот такой у нас проход в 39-ю школу. Вот так вот все почистили. За неделю Норильск превратился в один большой сугроб. Снега намело столько, что под ним не видно даже очертаний города. Чтобы хоть как-то пробить дорогу для пешеходов, коммунальщики пустили трактор по лестницам. С утра, вооружившись лопатой, жители откапывают свои машины, но только глубже увязают в рыхлом снегу. Ну, наверное, смысла нет раскапывать, потому что не выйдем ни в какую сторону. Офигеть! Вот она! А говорят, джек не убирает снег. Гадаю, что тут под этим сугробчиком, судя по антенке, машина. Снег и метель одели на Орильск в зиму. Снежный вихрь рвет тяжелые баннеры. Тяжести осадков не выдерживают крыши строений и опасно провисают. Многие даже не решаются выходить из дома. Вышел из подъезда. Дорог просто нет. Машины все. Ну, нафиг, пойду домой обратно спать. Самые отчаянные норильчане от души веселятся, носятся сквозь снежные тоннели на ледянках и все же пробираются на работу и магазины. Кто на лыжах, кто пешком. Заметает зима. Заметает. С таким обилием осадков коммунальщики не справляются. Вручную город чистит 80 человек. Круглосуточно во всех районах Норильска работает спецтехника. Убирают козырьки, кровли, которые тоже обросли сугробами. По прогнозам, до конца недели метель только усилится. Анастасия Тиль, Ненесей. Новости. Ежедневное издевательство. Так же Теликанско называют утренние поездки маршрутки. Люди просыпаются ни свет ни заря, ждут автобус в битый час и в итоге опаздывают на работу. Все из-за того, что на одном из маршрутов якобы не хватает машин. А в тех, что все-таки выходят на линию, каждое утро жуткая давка. Маленькие пазики просто не вмещают всех пассажиров. О соблюдении социальной дистанции тут и речи быть не может. Люди едут почти два десятка остановок, как селедки в бочке. И жалуются, что такое испытание каждый будний день. В администрации Каннска нарушений со стороны перевозчика не увидели. Там сообщили, что все маршрутки ходят, соблюдая интервалы в 15-20 минут. Если у пассажиров все-таки есть жалобы, направлять их надо в муниципальную службу заказчика. Первая партия нового реагента, который будут использовать этой зимой на дорогах, придет в Красноярск уже на этой неделе. Конкурс на выбор поставщика состоялся еще в середине ноября. Победителем стала компания из Перми, с которой уже заключили контракт. Вещество изучили ученые СПУ. Они пришли к выводу, что реагент отвечает всем требованиям, и главное, производится в виде гранул. Как только основная зимняя партия приедет в Красноярск, ее повторно проверят, и если все будет хорошо, начнут подсыпать улицы. Просторная парковка, теплый туалет, удобный домик для отдыха. Красноярцы радуются обустройству второго, восточного входа на Столбы. С инспекцией там побывал и губернатор Александр Ус. Он рассказал, что еще изменится на въезде в Национальный парк. Подробности в сюжете далее. Восточный вход в Национальный парк Столбы преобразился на глазах. За несколько месяцев кипучей реконструкции удалось побороть хаотичные частные застройки, мусорные завалы, усмирить потоки горной воды. Результаты большой работы приехали оценить высокие гости. Губернатор Александр Ус и его первый заместитель Сергей Пономаренко. Глава региона пообещал не останавливаться на текущем благоустройстве. Нам предстоит еще здесь кое-что сделать, конечно. Дорогу надо привезти в такое надлежащее состояние, тем, чтобы она соответствовала качеству самого входа. Кроме этого, я сейчас смотрю на Таргашинский хребет. Буквально в следующем году, я думаю, что мы сделаем там серьезное изменение, которое свяжет и восточный вход, и Таргашинский хребет. Но главные ценители проведенной работы, конечно же, сами столбисты. За всегда-то и Национального парка обрадовались и теплому туалету. Такого нет даже на центральном входе и просторной автостоянке. Мы проводили субботники один раз в год. В июне вывозили несколько самосвалов, камазов, мусора со столбов. Сейчас этого нет, сейчас все нормально, чисто. Это благодаря тому, что создаются такие места, как здесь. Замечательно. Раньше подъедешь, 20 машин влезет и все. Сейчас, наверное, под сотню. Надо же улучшать для людей. Как бы приятно очень, когда все красиво, все хорошо. Посетителей нужно, туалет обязательно. Ну, где отдохнуть? Тоже немалоражно. Нетронутым оставили знаменитый гранитный карьер в форме амфитеатра. А вот одну из главных достопримечательностей восточного входа на столбы – горный родник – преобразили. Любимый красноярцем ручей Маховой теперь выглядит вот так. Здесь по-прежнему можно набрать воды, только теперь с комфортом не валяется мусор. Нет грязных бутылок, оторванных этикеток, как это было раньше. Ну, а вода по микробиологическим показателям не изменилась. Такая же чистая, прозрачная и, надеюсь, вкусная. Ой, холодная очень. Еще одна фишка восточного входа – теплый визит в центр или, по-простому, гостевой дом, куда может зайти погреться любой посетитель. Построен он в модном скандинавском стиле. Конечно, все бесплатно, поэтому для посетителей здесь все открыто будет и в будни, и в выходные дни, и в удобное для посещения время и зимой, и летом. Вот это ощущение уюта, который важен для столбов, я думаю, что получилось сохранить, потому что, ну, все-таки люди возят с собой впечатления, туристы, и я надеюсь, что это будут самые теплые впечатления. Посмотреть на обновленный восточный вход национального парка приглашают всех красноярцев и гостей города. Прийти можно прямо сейчас. Евгения Шелковникова, Александр Ермошенко, Енисей, новости. Сколько заболевших и выздоровевших? Далее в выпуске последние данные о коронавирусе в крае. Да кто вы такой? Никто. Я никто, и мне нечего терять. Вы меня поняли? Ты не выйдешь отсюда живым. Это сделал не человек. Он ведь чокнут. Закон есть закон. Мы найдем его даже раньше, чем ты. Я не буду спрашивать тебя, что случилось. Не хочу этого знать. Останься в живую, Саар. Я могу вернуть тебе твоего брата, Саар. Внутри. Смотрите по будням в 21.20. О, мой! Тут даже мне стало больно. Партнер показа «Оптика Давыдов». Идеальный выбор. Индивидуальные скидки. На каждый день. И для особого случая. Коллекции украшений, где каждый найдет что-то для себя или в подарок самому близкому. От классики ювелирной моды до эксклюзивных изделий из золота, серебра и платины. Фирменный магазин «Золотая цепь». Собрание драгоценных премьер от известных брендов и производителей. Это был единственный выход. Я долго решался и все-таки начал. Это как прыгнуть с парашютом. Иногда нужно посмотреть по сторонам, и тогда ты понимаешь, что ты не один. Это мое дело. Это мое дело. Это мое дело. Это мое дело. Приглашаем вас в мебельный центр «Семь слонов». Это четыре этажа мебели на любой вкус и кошелек. Это гарантированный домашний уют. Удобная доставка по городу и краю. Мебельный центр «Семь слонов». Красноярский рабочий 30А. Строение 17. Еще 22 пациента с COVID-19 скончались в крае. Всего же за время пандемии в регионе умерли 1140 жителей. Почти не меняется вот уже несколько недель и число вновь заболевших. За сутки коронавирус подтвердили еще у 336 человек. В Красноярске 86 новых пациентов, 28 в Ачинске, почти столько же в Норильске. В закрытых городах, которые, я напомню, не попадают в общекраевую статистику, показатели совсем неутешительные. В Железногорске 92 пациента, в Зеленогорске 28. Темп прироста по краю составляет 0,9%. О происшествиях. Легковушка протаранила тепловоз. Случилось это на улице Затонской в Красноярске. Мужчина на Рено Логан решил проскочить через пути и рванул прямо на Красный. Тут внезапно опустился шлагбаум, лихач его снес, а затем столкнулся с локомотивом, который тащил за собой 5 пустых вагонов. Пострадавших в аварии нет, сам виновник отделался легкими травмами. А следователь оказался не настоящий. Детективная история разыгралась на железнодорожном вокзале. Полицейские задержали нетрезвого мужчину, который размахивал красными корочками. Как удалось раскрыть обман, об этом и не только, расскажем в блоке коротких новостей. Прокуратура проверит ремонт школы в селе Ничка Минусинского района. Учреждение от капиталили в 2018-м. В следующий год край выделил субсидию на устройство теплого туалета для детей. И современные санузлы в школе сделали, правда, весьма своеобразно. Попасть в пристройку можно только через улицу. На мороз ученики выбегают без верхней одежды. Теперь прокуратура будет разбираться, куда уши бюджетные деньги и кто принял такую работу подрядчиков. В Красноярске задержали липового следователя. Мужчина собирался ехать в Севербайкальск, но работники станции не пустили его на поезд из-за сильного опьянения. Нарушителя сдали патрульным, который нашли у нетрезвого пассажира травматический пистолет и удостоверение следователя из Новосибирска. Полицейские проверили информацию и выяснили, что такого сотрудника в органах нет. Оказалось, что задержанный купил поддельные документы через интернет. За фальшивку на мужчину завели уголовное дело, теперь за покупку ему грозит до года лишения свободы. Перевозчики не хотят работать на 91 маршруте. Автобусы курсировали практически через весь Красноярск из Ветлужанки до агротерминала. В ноябре предприниматель заявил, что длинный рейс невыгоден. И с 17 числа он перестал ходить. Однако пассажиры жаловали, что автобусов будет не хватать. И в департаменте транспорта все же попытались найти замену. Но желающих возить красноярцев по 91 маршруту так и не нашлось. Красноярцы устроили опасные катания на правобережной набережной. Дети облюбовали один из склонов. В итоге там образовалась длинная горка. Репетня так скользит, что останавливается буквально в паре метров от Энисея. На берегу маленьких экстремалов, конечно, страхуют взрослые. Однако очевидцы опасаются, что такие покатушки могут закончиться трагедией. Красноярские улицы закроют для большегрузов. Ограничения начнут действовать уже 19 декабря. А на этой неделе приступят к установке знаков. Новую схему движения разработали после многочисленных обращений общественников. Ежедневно на улицы города выезжают больше 750 тягачей. Они развозят товары и разбивают дороги. Ограничения будут действовать в четырех районах города. В Центральном, Советском, Октябрьском и Свердловском. Где-то тяжелым машинам можно будет работать только ночью. Где-то движения запретят полностью. Подробный список улиц есть на сайте администрации города. Больше 30 жителей края получили государственные краевые награды. Отметили представителей самых разных профессий. Педагоги, строители, работники транспортных и агропромышленных предприятий. И, конечно же, медиков. Впервые двое из них удостоились ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Эти награды в июне этого года учредил президент Владимир Путин. Ими отмечают тех, кто внес вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Ордена и медали вручил губернатор Александр Ус. Я хочу еще и еще раз вас от всей души поздравить, поблагодарить за то, что вы у нас есть и выразить уверенность в том, что все трудности, с которыми мы столкнулись, конечно, будут преодолены. Пожелать вам уверенности, оптимизма, пожелать добра и благополучия вам и вашим близким. Удостоились жители края и других наград. Ордена дружбы и медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Звания заслуженных работников присвоены учителям из Красноярска, Железногорска и Девногорска. Также красноярцы удостоились благодарности президента, знаков отличия края за трудовые заслуги, юбилейного почетного знака 85 лет Красноярскому краю и почетной грамоты губернатора. Я сначала не поверила, когда меня начали поздравлять. Узнала я только, когда начали меня поздравлять с присвоением медали. Даже не ожидала. Конечно, радостно как-то на душе было, что твой труд оценили, увидели. Героям я себя не чувствую. Не сейчас, не тогда, когда узнал. Профессионал, наверное, да, чувствую. А вот героям нет. Испытываю ли я гордость за профессию? Да, испытываю. За ту работу, которую я делаю. Но героям я себя не чувствую. Это наша работа. В Красноярском зоокафе поселился Сурикат. Забавные кадры покажем в продолжении выпуска. При боли в спине и суставах. Адрес помощи. Улица Баграда, 132. Диагностика. Блокирование боли с использованием ультразвуковой навигации. Лечение грыж протрузии без операции. Комплекс процедур для здоровья позвоночника от команды профессионалов. Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика СМАЙЛ. Более точная и менее травматичная. Только в СМАЙЛ-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Хоккейный Енисей против Байкал Энергии. Сможет ли амбициозная и крепкая команда из Иркутской области что-либо противопоставить лидеру Российской Суперлиги? Смотрите сегодня в 0.35. Лекарств больше, наценка ниже. В Хакасе открылась первая многофункциональная аптека. Ее особенность – широкий ассортимент и целый комплекс услуг. В том числе и востребованы сегодня интернет-бронирование и доставка на дом. Племяшка плачет. Во всем Шарыпово не могут, в районе не могут найти такое лекарство. Житель Абакана Михаил Таштандинов говорит, объехал с десяток аптек в городе, а нужное лекарство нашел именно здесь. Приятно удивил ассортимент препаратов и цены. Когда-то Генри Форш говорил, лучшая машина – это новая машина. Так и новая аптека. Я думаю, что лучшая аптека должна быть. Прямо в аптеке можно проверить зрение, подобрать очки, измерить артериальное давление, а также купить средства по уходу за волосами. Большой выбор ветеринарных препаратов и товаров для своих питомцев. Представлен полный комплекс фармацевтических услуг – больше 12 тысяч наименований. Имея в наличии лекарственные препараты, именно так скажем, дефицитные, ряд противовирусных и антибиотики, достаточно, думаю, сейчас важно и актуально. Одно из преимуществ – большой ассортимент редких лекарственных препаратов и товаров для здоровья. Для жителей республики Хакасия сейчас это очень важно. За счет того, что это все централизовано, у них, естественно, цена на лекарственные препараты намного ниже. И поэтому население, а у нас сегодня оно в основном не настолько богато, и будет с удовольствием пользоваться этими услугами. Аптека работает в круглосуточном режиме в формате дискаунтера. Кроме того, действует доставка на дом. Оформить заказ можно на портале «Фармация», выбрав соответствующий регион. Открытие этой аптеки в рамках инвестиционного проекта «Инисейская Сибирь» – это вклад Красноярского края в здоровье жителей республики Хакасия. Ну и в дальнейших планах государственной аптечной сети – это открытие структурных подразделений в рамках проекта «Инисейская Сибирь» и в республике Тыва. Сейчас в Хакасии открыты три аптечных пункта сети в Абакане и один в Саиногорске. Сотрудники компании работают по принципу «все услуги» с государственной гарантией качества. Яна Макаренко, Ольга Максюшина, Алексей Фролов, «Инисей». Новости. Дикий зверь среди котов. В одном из зоокафе Красноярска поселился сурикат. Завод маленького хищника, разумеется, Тимон. Он быстро стал заводилой среди остальных пушистиков и главным любимчиком у посетителей. С экзотическим животным познакомилась и Анастасия Тиль. Этого любопытного красавца зовут Тимон. А какое еще имя дать сурикату? А длинного носа африканского хищника ничего не утаить. А его ловки лапки дотянутся до любых крючков. Очень напоминает ребенка, потому что он сразу подбежал к сумкам, начал открывать замки самостоятельно, причем очень осознанно. То есть он не просто там бездумно начал ее со всех сторон исследовать. Он прям открыл замок, залез туда носом, посмотрел, что там, вытащил самую интересную бутылочку для воды и начал с ней играть у меня на коленях. Конечно, просто такие эмоции непередаваемые. Юркого зверька поселили в одном из красноярских зоокафе. Здесь уже живет десяток кошек самых разных пород, а еще и гуан, и змей, и ежи. Это смышленый малый с удовольствием ластится к людям. Так что теперь сюда посетители идут не только, чтобы погрузиться в кутотерапию, но и потискать экзотическое животное. Увидеть суриката домашнего, который пытается тебе что-либо подковырять, найти, и это для меня было дикостью. Я удивился, и я очень бы хотел себе такое домашнее животное. И все же заводить домой сурикатов не советуют. Рыть эти хищники любят даже больше, чем еноты. Оставлять надолго взаперти тоже нельзя. Животные – это стайные. А еще лучше вообще не оставлять без присмотра. Мига перевернут весь дом. За полтора года жизни с людьми Тимон стал практически ручным. Посмотрите, как уютно пригрелся. Даже на еду внимания не обращают. Вот если в дикой природе питаются они скорпионами и прочие живности, все-таки это хищники, то здесь кормят обычным кошачьим кормом. Тимон хоть и привык к вниманию, но все же хищник. Пусть и маленький. От недовольства может зарычать или даже цапнуть. Говорят, больно. А еще сурикат очень задиристый. Смело нападает на котов, но и заводила у животных главный. В деревянной двери мы поставили щеколду, за как сурикат научился открывать двери. И непосредственно коты, как его собратья, с ним вместе выходят. Бывает, им нужно их ловить. Сурикат у нас контактный. То есть главное, чтобы если он копается у вас в сумке, не было ничего съедобного. Потому что если это жвачка, соответственно, это животное, оно не понимает, как нужно правильно ее есть, оно может задохнуться. А устав от внимания к себе, Тимон любит прикорнуть. На горячей батарее все-таки в нем течет африканская кровь. Анастасия Тилия, Александр Ермошенко, Енисей. Новости. К этой минуте у меня все сообщения. В студии был Максим Сарпов. До новых встреч. Прогноз погоды в Красноярском крае на среду 2 декабря представляет фирменный ювелирный магазин «Золотая цепь». Коллекция украшений, где каждый найдет что-то для себя или в подарок самому близкому. На каждый день и для особого случая. В Таруханском районе на юге Таймыра и Февенкии облачно. На большей части территории пройдет снег. Местами с дождем. Ночью от минус 1 до минус 21 градуса. Днем от плюс 1 до минус 15. В северной группе районов Красноярского края облачно с прояснениями. Местами снег. Ночная температура до минус 18 градусов. Днем минус 11, минус 13. В восточной части региона преимущественно облачно. Почти повсеместно пройдет снег. Ночью до минус 18, после полудня до минус 13 градусов. В центральных районах Красноярского края пасмурно. На большей части территории небольшой снег. Ночью от минус 12 до минус 17 градусов. После полудня до минус 14. В западной группе переменная облачность. Местами снег. Ночью до минус 15 градусов. В светлое время суток минус 9, минус 11. На юге Красноярского края облачно с прояснениями. Снег лишь местами. Ночью от минус 9 до минус 16 градусов. Днем минус 7, минус 11. В Красноярске 2 декабря малооблачно, без осадков. В темное время суток до минус 12. Днем до минус 10 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова